Ваша любовь к людям, за заботу об учениках. Андрей Андреевич, мой сын часто болеет, это связано со мной эзотерически. Скоро ли выздороветь? Спасибо за любой ответ. Обычно наши дети болеют в тот момент, когда мы что-то плохое говорим о ком-то. Именно поэтому очень часто моя рекомендация для мам и пап «закройте рот и никого не обсуждайте, не обсасывайте» может быть очень полезным для человека. Также очень часто человек делает в своей жизни что-то на шару или без желания оплатить. То есть человек делает так, хамылем, как говорят в народе. То есть человек никогда не задумывается о том, что за все придется платить. У меня когда-то была история в Египте, я ездил там на машине и две женщины попросили их там подвезти в Хургаду, а это было в Сахал-Хашиши. Я их отвез, после этого привез, они сказали спасибо, собрались и ушли. Но для меня это было непонятно, потому что, по крайней мере, я потратил на это время и потратил там бензин, нужно было что-то мне предложить. Я этого, если честно, не понял, но для них это было естественным. Раз мы вместе здесь отдыхаем, то мне не будет сложно их свозить, хотя я их видел там второй раз в своей жизни. Ну что ж, вот такие моменты очень часто могут быть конкретно тем, что называется нашару бесплатно, хамылем. Таких примеров их существует бесконечное множество. Для многих людей это является прям задачей жизни и так далее. Многие люди стремятся к тому, чтобы выпросить, к тому, чтобы не заплатить, к тому, чтобы избежать и так далее. Не понимая, что они становятся должниками. Некая чаша долга, она накапливается в жизни человека. Вот смотрите, как в буддизме говорят. В жизни человека есть две чаши. На одной чаше его поступки хорошие, а на другой его долги, которые становятся кармическими долгами. Его хорошие поступки, они могут привести к хорошей судьбе, к хорошему перерождению. Его долги, которые он должен, вот из-за того, что он сделал бесплатно, из-за того, что кто-то там для него сделал бесплатно, из-за того, что он должен, но забыл и уже не должен. Как там говорят, долги отдают только трусы. Это все наполняет чашу долгов. И у такого человека, допустим, у женщины есть ребенок. И она со временем начинает, у ребенка появляются неприятности. То есть ребенок начинает болеть, потому что она вот так все делала на шару, кому-то там не выплачивала, там кого-то обижала, старалась кого-то кидануть и так далее. Ну и это все в дальнейшем может проявиться в виде заболевания человека. Заболевания ребенка. Обычно, если человек не любит себя, а любит ребенка больше, то долг этот выплачивается здоровьем или жизнью ребенка. Если любит больше там свою машину, квартиру и еще что-то, то выплачивание происходит за счет потери имущества и так далее. Обо всем этом можно узнать подробно, проходя мои обновленные ступени школы. В общем-то, я это вам советую сделать. Поэтому связано ли с вами это эзотерически? И еще забыл сказать. Мужчина и женщина обычно, они должны быть связаны только за счет того, что они друг друга любят. Если нет любви, то любовь может замениться словом уважение. Уважение, я его уважаю просто так, он меня уважает просто так, уважаем друг друга за что-то и так далее. И далее есть другой вариант событий. Это мы живем из-за денег, секса, еще из-за чего-то, но друг друга не уважаем. То есть мы готовы найти что-то в стороне и там живем. И дальше находится то, ради чего они, собственно, живут друг с другом. Мы друг друга не уважаем, но мы живем из-за ребенка, который живет с нами. На энергетическом плане мама, которая не живет для отца, оттягивает от ребенка энергию и разрывает его ауру. Отец, который не живет ради ребенка, хватает эту ауру и тянет в другую сторону. Тем самым происходит разрывание энергетического, разрывание ауры, разрывание кокона энергетического, появляется заболевание, такой ребенок начинает часто болеть и так далее. Именно поэтому мужчина с женщиной, у которых есть ребенок, должны определиться для себя, что они не живут ради детей, а живут ради семьи, ради друг для друга. Также, допустим, женщина не должна жить с мужем или мужчиной с женщиной ради квартиры, для того, чтобы маме это нравилось или еще ради чего-то. Только для семьи. То есть так и нужно говорить. Наша жизнь совместная, она не ради детей, она все для семьи.